нефри то нормально дали потому что я хочу все это потратить ты знаешь кого знаешь куда вот сюда крутись ахерон крутись зайца не снесло не дали ахерон я уже 20 прыжков сделал потратил все ахерон не получилось эй пошел ты в жопу я крайне огорчен вот это концерт жги ой здравствуйте маня маня вы замечаете как маня украдкой бросает взгляд настоящий рядом мусорный бак смысле и что выкинула кто-то стоит там для для наплыв идет наплыв идет я забыла представиться меня зовут сервал вечерочек и на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры и мы продолжаем играть в конкаст рейл не теряем время и начинаем но прежде чем начнем сообщаю у меня есть страницы на бусте для тебя доступны разные виды подписок чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на бусте вступай в группу вк где ты можешь предлагать разные игры для прохождения подключайся к серверу дискорд для общения и обсуждений конкаста рейл хорроров и много чего еще жду тебя там все ссылочки в описании смотри начнем мы еще с книг у нас еще осталось герта список покупок асты в качестве адресата в списке покупок асты на сайте лучшие товары вселенной неожиданно всплыло имя орлана опа уважаемый пожизненный владелец премиум аккаунта астам благодарим за покупку на сайте космо премиум мы получили ваш заказ и уже организовали курьера для доставки до двери вы можете непрерывно отслеживать статус заказа вы выбрали оплату онлайн конкретную информацию доставки смотрите вот в отгрузочной ведомости в каждой посылке если вы сделали несколько заказов посылка может быть отправлена частями преимущественную силу в отношении информация заказе имеет информация на странице мои заказы вы можете войти на страницу в любое время для изменения и выполнения других операций заказами номер заказа адрес получателя космическая станция герта координаты имя погруза груза получателя орлан в этом заказе одна посылка подробная товарная накладная 1 эксклюзивная свежая продукция бренда восстановлю восстановленное молоко с повышенным содержанием кальция серии быстрый рост с фруктовым вкусом 10 ящиков по 20 бутылок хранить при комнатной температуре 2 утолщенное пуховое одеяло прессованное в вакууме подходит для кровати в общежитии односпальных кроватей узор голубые звезды одна штука клинок разбитых звезд иллюстрированный справочник коротких мечей галактики переиздание в семи томах 4 комплект из пяти элементов брони из метеоритного сплава шлем очки доспехи поножи и перчатки 5 изготовление на заказ для разъема под оружие беспроводной внешний портативный блок питания сверх большой емкости защиты от падения и радиации с док станции с подарок одна штука нужен ему успеваем еще почитать копия переписки асты и торговой элиты копия переписки между асты и торговой элиты создавший космическая высокоэнергетическое мета пространство это наверное долго распечатана страница электронного письма с подписью асты в конце и рукописным комментариям уведомить отделы информационной безопасности министерства обороны прочитанные получатель асток космическая станция герта отправитель раен галактическая корпорация неограниченной энергии содержание письма госпожа аста имеющие имеющие массу планов мечтаний и колоссальный потенциал добрый вечер мне посчастливилось встретиться с вашим превосходительством на благотворительном обеде который не к некогда организовала ваша семья и представиться вам но я знаю что знатные люди многое забывают не говоря уже о такой хорошей девушке благородного происхождения с богатыми знаниями и кристально чистым умом как вы здесь я хотел бы представиться еще раз хе-хе надеюсь вы также проницательны как повествуют легенды я райан основатель галактической ассоциации успешных предпринимателей глава совета директоров галактической корпорации неограниченной энергии и основатель бренда космического высокоэнергетического мета пространства течение последних десяти лет упорных исследований мне посчастливилось получить в моем сне дистанционные указания от анонимного члена общества гениев после пробуждения я успешно разработал космическое высокоэнергетическое мета пространство я передал вашей корпорации план делового сотрудничества в аспекте космического высокоэнергетического мета пространства к сожалению предложение вашей корпорации не соответствовало представляемой мною ценности в результате я упустил прекрасную возможность поработать с вами однако я являюсь основателем галактической ассоциации успешных предпринимателей и благодаря огромной сети межличностных отношений данной ассоциации я получил адрес вашей электронной почты от ее преданного члена я считаю что ваше превосходительство с самая одаренная дочь среди наследниц знатных родов прошлого века. Более того, я осознаю влияние вашей семьи, стоящей за корпорацией межзвездного мира. Поэтому я рискну и приглашу вас начать совместное дело. Понять мое гениальное изобретение сможет только такой молодой талант, как вы, обладающий знатным происхождением и достаточным потенциалом. Космическое высокоэнергетическое метапространство обязательно добавит самый ослепительный штрих вашей легендарной жизни. Бизнес-план в приложении. Приемлемое для меня предложение. Вы выступаете инвестором. 60% акций мои, 40% ваши. Не упустите эту возможность. Райан. Отправлены. Получатель Райан. Галактическая корпорация неограниченной энергии. Отправитель АСТА. Космическая станция Герта. Копия Нина. Центр безопасности данных корпораций межзвездного мира. Содержание письма. После многолетних исследований я обнаружил во Вселенной кое-что новое, чего не находили ранее. Оказывается, во Вселенной есть еще и высокоскоростная частица, которую называют частицы лжеца. Частица лжеца вращается вокруг обычного живого тела с высокой скоростью, образуя основу составляющей материи в мире метаполя. При непрерывной стимуляции внешней высокоэнергетической концепции частица лжеца переходит в высокоэнергетическое состояние, а затем, через короткий промежуток времени, возвращается в низкоэнергетическое состояние, одновременно собирая кредиты во внешнем мире. Но, к сожалению, в межзвездном пространстве есть и античастица, которую часто окружает группа лжецов. В конце концов, частица анти-лжец вырвется наружу со своей собственной энергией, лишив частицу лжеца ее положительной валентной формы, и перед глазами развернется аннигиляция последней. К нашей неудаче я и есть открыватель таких античастиц, а вы еще пытаетесь вешать мне лапшу на уши, вот невежда. Основатель теории античастицы лжеца Аста. Ух, ну че, начинаем играть? Смотри, мы начинаем. Мы начинаем, давай соберем сначала все, что у нас тут есть. Быстренько, быстренько. Так, это я кому-то понадобился, это очень хорошо. Смотрим сразу друзей. Так, не я. Есть. Добавил. Аврелия. Есть. Добавил. Не знаю, как это читается, ты можешь написать в комментариях к этому видео и написать, как это произносится и переводится. Что может быть лучше чая? Алина 2020. Все, есть, ребят, добавил вас. Дальше идем. Кстати, да, вы уже сразу можете поставить лайк этому видео, чтобы не забыть. А то в конце, там может уже забудется, уже там что-то не глянется. День 3 фидов 2. Одолеть еще шлист 500 раз. Окей. Дальше. Победитель. Бонус атакой 2. Далите 240 противников с помощью бонус атак. Есть. Это сделали. Дальше. Дальше. Особое событие. А, это нам не нужно. Прыжок. А, что, сразу прыжок? Не, погоди. Есть. Теперь сюда. Подарок младшему члену экипажа Звездного Экспресса. Сегодня первая годовщина возвращения Звездного Экспресса. Время летит незаметно. Помню, как мы впервые встретились, когда вы с Март и Дань Хэном спасли Алла Ролана от рейнджеров пустоты. Ситуация была опасной, но вам все равно было весело. В тот момент у меня промелькнула мысль, что ты сможешь здорово себя проявить среди безымянных. Мы столько всего уже вместе пережили. Мне нравится видеть, как ты становишься лучше. Впереди еще долгая дорога. Помню, что рядом с тобой всегда есть люди, которые поддержат и защитят тебя, в том числе и я. А, давай вместе продолжим первопроходческую миссию. 1600. А где вы были, когда... А, это отчеты. О, это зачеты. 100 тысяч. Где вы были, когда мне нужно было выбивать Ахирон? Так, это все понятно. Рассылки. Ты много глянь, с чего понабрал? Получи. А, надо получить все. О, много. Так, у нас тут позолоченная клетка. Это авантюрин. Есть дзинлю. Я не понял, кстати, что наделать. Возможно, я ее видел. Это их эти, это их эти. Так, давай, испытания. Быстро проходим все испытания. Так, авантюрин. Начинаем. О, это он... Это что? Это пинаконни, или как это называется? Накладывает на всех союзников особый щит, который может складываться. Выполняет бонус-атаку после того, как союзника с особым щитом атакуют. Это как март-7, видимо. Повышает получаемый противниками крит урон. Ага, хорошо. Ой, что ты наделал? Ой, красиво. Да, я смотрел с ним ролик. Или не ролик. У него очень красивые... Атаки. А, вы все поддерживаете его? Так, значит, вас надо бы бить первых, я так считаю. Воу. Класс. Красиво. Ах ты. Что, вы сами деретесь? Я не пойму. Прикол. Хорошо, деритесь. Я подожду. Я никуда не тороплюсь. Вы там сами... А, нет, все, наконец-то я могу что-то делать, да? Так, тебе, значит, сюда. Пока он пробивается... О, давай сразу посмотрим, что ты делаешь. Блин, ну это красиво. У него это очень красиво все выглядит. Защита. А, давай защитим. Глянь, сколько денег им дал. Вот это молодец. Так, давай вот этих тоже пробивать будем. А, я совсем забываю использовать ваши способности. А, вот твои способности мы не видели. Или видели. Но выглядит красиво. Давайте, быстрее их. Раскидывайте, и все. Вы их еще не раскидали. Почему так долго, ребят? Вас еще нужно защищать? Не, давай будем бить. Отскок. Всех по чуть-чуть побьем, правильно? Так, я не совсем понимаю, что нам лучше сделать. Какой оживет, не покажут мне? Три, шесть, восемь, это что значит? Давай. Вот этого. Блин, не добили чуть-чуть. Почему не показывают, сколько жизни осталось? Давайте быстрее, ребят. Блин, надо было жизни это. А, у нас щит все время стоит? Ну так это хорошо. Так, все, не будем терять время, давай. И тебя сразу возьмем тоже. Бейте, бейте их, давайте. Ой, я не до того. Ой, что я наделал? Ладно. Просто будем долго босса бить. Хорошо, потихонечку его будем бить. По крайней мере он остался один. Это уже очень хорошо. Сколько нужно вас защищать? Это вот щит от Авантюрина, наверное, да? Значит, нам не нужно их защищать. А где защита, алло? Защита где? Да сдохни, шо, что такой живучий. У меня нет на тебя столько времени. У нас еще прокачка, еще чаши листы. У нас тут дело, да и бенефение. Все? Отлично. Я забрал. Дальше. Дзинь, лю. Испытание. Пошли. Тоже будешь в Пинакон? Нет. Во время атаки получает заряд. При достижении определенного количества зарядов получает усиление и продвигает свое действие вперед. В усиленном состоянии может расходовать заряд для использования сокрушительного умения. Окей. Побежали. Что у тебя с глазами? Она еще не видит, куда он бежит. Интересно, почему меняются... Ой, подожди. Я что наделал? Вот это красиво. Оп. По жопе получил. Ага, это я почитал. Так. Поддержка. Ну, конечно, поддержка. Кого? Ну, давай дзинь, лю. А ее сразу ему тузят, ты глянь. Еще и вызывает. Да вы что, ебнулись что ли? Одиночная атака. О, ой, что ты делаешь? Сама что-то себе придумала. А, ты сразу активировалась? Ага. Ага, ага, ага. Так, но он сейчас взорвется, поэтому надо его уничтожить. Он не уничтожился? Так он же сейчас взорвется. Вот, убирай его. Ага, супер. Давай, ты нас сразу лечи. Или что ты там делаешь у нас? Повышаешь урон. А, я... Ты лечишь, я забываю про тебя. Ладно. Лишним не будет. А, давай, давай. Я вспомнил ее. Я вспомнил. Мне уже с ней помогали. Точно. Вот эти ее... Зеновские завывания. Я помню. Так, это броня. Нет, это рысь. Это рысь. Пошли. Вот, можно таких делать быстренько. Повышает максимальный HP союзника и накладывает на него периодическое исцеление. Восстанавливает HP всем союзникам и снимает с них ослабление. А тебе не жарко? Тут-то вроде не скажешь. Хотя, слушай, скажешь, что осень какая-то. Ой, ой, что наделал? Пиздец. Не почитал. Так, где? В бой. Все. Почему они первые нас бьют? Когда... Ладно, сейчас. А вы что, мы что, умрем, алло? Поддержи кого-нибудь. Давай, Гантей, поддержи. Лишними не будет. Восстановление. А, ну ей восстанавливай. А, она у нас была вроде бы, была. Ага, вот так. Супер. А вы сильно бьете что-то как-то, вам не кажется? О, о. Давай. Она как будто всем еще что-то дает, дополнительно. Ага, была, была она, точно, была. Эту ее здоровую пилюлю я помню. Ага. Так. Так. Ты поддержи, наверное, ее. А то у нее нет ничего поддерживающего. И лупим босса. И ты лупи. А, она же ничего не делает. Ну ладно. Надо еще вот эти все показатели смотреть, оказывается. О, супер. Супер, лупи. А ты себя усиль. Тоже пригодится. Давай, давай, давай. Теперь она на кого? На себя? Нет, она на себя может? И ты лечи. Срочно нужно нас лечить. А, ну тебя, по крайней мере, точно. А, бьем. Он сейчас оживет уже. Нет, глянь. Не ожил. Неплохо. Есть, взяли. Дальше кто это? Лука. Лука. Так. После выполнения нескольких атак, получает сокрушительное умение и заставляет имеющийся у противника статус кровотечения нанести урон один дополнительный раз. Навык накладывает на противника статус кровотечения. Ну ты вообще, огонь. Побежали, быстрей. Не тяни мое время. Ой, тихо. Вот так. Они же просто что-то на Е накладывают, а что-то... А где-то бьют. О, один. Ну, давай. У, у тебя рука такая. Давай посмотрим, ну-ка. Неплохо. Ну, глянь, как дофига жизни у этого. Так, Наташу мы экономим. Она нам сейчас не нужна. О, это кто? Секунду. Это Сушан? Сушан. Такой мы еще не видели. Она нормально так снимает. Смотри. О-о-о. Да слушай, мне кажется, это атака сильнее, чем дополнительная. А, вот так. А, он сейчас сразу оживет, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, восстанавливай. Пригодится. Ага, супер. Ага, снимаем ему. Он сейчас уже умрет. Я ведь прав? Или нет? А, пусть бьет, и мы уходим отсюда. Бей, и мы уходим. С тобой мы тоже быстро разобрались. Супер. Так, остается последний. А последний кто это? Сервал. О, только тебя видели. Только у тебя были. Накладывает на противника статус шок. После атаки наносит всем противникам с статусом шок. Дополнительный урон. Ну, побежали. Ребята, мы знаем. Так, она вроде прям бьет. Да? Вот так. Точно. Это я помню. А, а. Во! А что так можно было? Ну так, и все, и мы пойдем? Нет, еще не пойдем. Давай вот так. А почему вы? А. А, два из двух. Давай вот так. Ага, ты так не делаешь. Значит, мы сделаем вот так. Ну, это то, что ты бодаешься. Это все ерунда. Защита недоступна. Ну, ладно. Ага. А, они сейчас лечить? А, нет, они не лечат. Или лечат. Так, значит, берем вот так опять. Всех пробиваем. Всех бьем. И заканчиваем на этом. Да? Отлично. Все супер. Так, мы с этим закончили. А, и теперь прыжки. Слушай, прыжки. Что у нас по прыжкам? По прыжкам. Достижения давай заберем. Ледяной победитель один. Победите ледяную. А, пробейте ледяную уязвимость сто раз. Взяли. Прыжки. Авантюрин. Либо. Дзинлю. Ну, дзинлю нормально. Я не знаю, их нужно вообще брать? Давай зайдем в магазин. У нас вот этих нету. Я же все потратил в прошлый раз. Вот это брать, мне говорят, не нужно вообще. Значит, остается вот это. То есть, если... Я могу 13 взять. Я, короче, не знаю, стоит ли мне вообще их брать. Я понял, что авантюрин типа март. Нужна ли нам март? То есть, ну, у нас уже есть тот, кто всех лечит. В целом, авантюрин не нужен. Он просто красиво все делает. А вот дзинлю вроде нужна. Тогда я предлагаю по 5 брать. 5. Нет, давай 10. На дзинлю. Блин, я не знаю. Я уже ни насчет чего не уверен. Нужна она нам вообще. Да, наверное, нужна. Мне понравилось ее забывание. Хрен с ним. Давай, берем. Сейчас ты мне напишешь. О, это все это нахер не нужно. Но я сделал. Я сделал. Что сделал? Копить нахер он не вижу смысла. Не факт, что она вообще скоро появится. Полетели. А музыка не сменилась. Все, мы ее не получили. Ну и хрен на нее. Заяц на месте. Все по стандарту. Мы попробовали, понимаешь? Ну а почему не попробовать? Вот получили за то луку. Нахер он нам сдался, конечно, с его рукой. Но бог с ним. Просто ну, 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 не срослось. Все. Все. И так слишком много потратил. И так удивительно, что вообще хватило. Персонажи. Есть. Так, световой конус. Возьми любой вообще. Так, такой у тебя уже. Вот такой возьми. Урон владельца, наносимый противником. Со статусом замедления повышается на 24%. Зашибись. Экипировать. Все, забери. След получи. А, смотри, мы же еще наших же прокачали, ребят. У них, наверное, должны быть следы. Вот. А я этого не делал. Козырь звездной пыли. Выберите один из двух режимов атаки, чтобы нанести удар в полную силу. Прорыв. Прощальный удар наносит выбранному противнику физический урон равный 300% от силы атаки первопроходца. Прорыв. Похоронный хоум ран наносит выбранному противнику физический урон равный 180% от силы атаки первопроходца. А также физический урон соседним целям равный 108% от силы атаки первопроходца. Ну, это ты мне все описываешь то же самое. Повышай. Вот это что? Наносит выбранному противнику и соседним целям физический урон равный 75% от силы атаки первопроходца. Давай. Вот, а это мы можем? А, я еще могу? Нет. Возвышение второе мне нужно. Каждый раз, когда первопроходец пробивает уязвимость противника, его сила атаки повышается на 12%. Этот эффект может докладываться до двух раз. Ага. Так, с тобой мы разобрались. Так, ты теперь мне нужен. Снимает с каждого противника одно усиление, и наносит всем противникам мнимый урон, равный 120% от силы атаки. Лоча также получает один уровень цветка бездны. А, так у меня не хватит, если у тебя там вот эти прокачки все. А, нужны вот эти какие-то... А, механические компоненты, вот они для Лоча нужны. Окей. Скупим. Тогда мы это все скупим. Окей. Так, стилогический парадокс. Наносит выбранному противнику мнимый урон, равный 144% от силы атаки доктора Рацию, и накладывает на него статус недальновидность мудрецов. Когда союзник доктора Рацию атакует противника с этим статусом, доктор Рацию проводит по этой цели одну бонус-атаку, описанную в его таланте. Статус недальновидность мудрецов может быть активирован до двух раз, и он действует только на последнюю цель сверхспособности доктора Рацию. Использование сверхспособности доктора Рацию сбрасывает количество доступных активаций этого эффекта. Пофигу, берем. Вот, у тебя нормально. Наносит выбранному противнику мнимый урон, равный 75% от силы атаки доктора Рацию. Супер, берем. Это что? Я мыслю, я существую. Использование навыка имеет фиксированный шанс 40% провести по цели бонус-атаку, которая повышает... Короче, это просто описывает все его штуки. Нет? Давай, все, описывает. Да, это же его таланты и прочее. Так, ну... И то есть 4, 2, я понял. Что там за что повышается? Следы на пути 2, активируйте следы или поднимите их уровень 20 раз. А конусы мы прокачивать уже можем, кстати? Конусы. Это где? Это в персонаже. Это мне нужен его конус. Усилить. Возвысить. Опа! Можем. Ну? Автодобавление. Ну, давай. Он у нас сильный. Так, наложить. У нас нету ничего наложить, что можно. Тебе. Усилий. Возвысить. Да, он не его, но у меня его, скорее всего, не будет никогда в жизни. И давай, что там у нас с Урацио. А, ну мы еще можем наложить. Давай усилить. Наложить. Вдруг будет. Нет. А, Ирацио. Да, мне сказали, что Сын Цюи не очень, типа, нормальная по логике своей. Но. Возвысить. Но. Кто тогда нужен? О, ты уже другие карты воруешь? У меня уже все позаканчивалось. Да и у меня их много. Возвышай. Этих, этих конусов у меня. Хоть жопой жуй. Посмотри. Посмотри на их бесчисленное количество. Пусть жует. О, это что? А, цветовой конус. Что у нас еще нужно? Миссия. Экипируйте 4 реликвии. Мы еще ее не прошли. И виртуальная реальность нам тоже еще не дают. А, ну и пойдем. Чашелист. Так, мы берем 6. И я поменял местами рацию с Сын Цюи, чтобы она как раз заменялась. Так, следующий наш помощник это Декадор. Что нам там нужен? А, ну все то же самое. Синий, красный, зеленый. Синий, красный, зеленый. Вот Декадор. Синий, красный есть. Еще, еще, еще. Еще, 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 еще. Красный есть. И что это? И фиолетовый. Он нам не нужен. Это кто? О, такой же у него. Топас и щитовод. И кто еще? Где, где, где? Где-то я видел. А это хими... О, химеку мы знаем. Химеку неинтересно. Давай тогда возьмем вот эту. Добавить. Все, давай начнем. Декадор, помогай. О, что-то где? Ну давайте, вы сами мне все показывайте. О, красиво. Свиньей орудует. Ты видел, как она свиньей орудует? Это нифига себе. Вот это я понимаю. Уровень. Слушай, мы тоже неплохо деремся, я скажу. Ну, сейчас она только относится. Красиво, конечно, но вообще ни хрена непонятно, что произошло. Неплохо. Так, кого мне менять вместо Циньцюи? Пьелу? Она подойдет для этого отряда? Ты давай мне об этом рассказывай. Это важно. Слушай, ну мы нормально тоже уже их прям бьем. А, так я хочу прокачать тоже. Алло. Я же сказал, что мы каждую серию будем прокачивать. Ну. Сейчас еще перед сюжетом прокачаем их поверх положенного. Правильно, правильно. Декадор, ты отлично их лупишь. Мне это нравится. Вот это свинья, это что-то с чем-то. Очень необычная свинья. Так, все. Спасибо тебе большое, Декадор. А в следующем чашелисте в следующей серии мы возьмем следующего человека. А если ты хочешь попасть в видео, оставь в обсуждении в ВК свой ник. Ссылочка есть в описании. Буду тебя там ждать. И попадешь в мое видео. Мне тут немножко пришлось идти в прошлое, потому что я каким-то образом отключил запись, а думал, что записываю. Поэтому давай я тебе покажу ролик, который так тебе и не показывал. Ой, это переулок, о котором упоминал Гепард. Тот, который заражен фрагментумом, верно? Не могу поверить, как близко это к центру города. Если бы они его оставили без присмотра, готов поспорить, что все магазины и отели поблизости уже бы закрылись. Назад! Последний раз предупреждаю. Но... Но мое свидетельство о праве собственности находится внутри... У меня нет... Фрагментум уже разъел этот блок. Вы можете обратиться к архитекторам с запросом на возврат собственности. Но сюда разрешено входить только среброгрибовым стражем. Не могу поверить, что коррозия фрагментума распространилась по городу. Неудивительно, что там стоит так много солдат. Этот мир действительно настрадался. Могут ли солдаты сдерживать фрагменты? Вот так. Нет. Пока столарон активен, коррозия будет распространяться. Солдаты могут лишь периодически очищать фрагментум от монстров, но монстры будут продолжать появляться и размножаться. Пожалуйста, пытайтесь понять, сэр. Сточный проход стал очень опасным. Мы здесь для вашей безопасности. Без свидетельства о праве собственности мне нет дела до безопасности. С дороги. Дайте пройти. Ох. Все, посмотрели. И бежим по нашим заданиям. Вот просто, представляешь, как-то так получилось, что оно не записалось. Вот, поэтому не теряем время. И все, идем как положено. Тут у меня, видишь, и другие персонажи. Мне, прикинь, пришлось все перепроходить ради такого дела. Ого, какой красивый лобби. Сегодня вечером у нас мягкие матрасы и мягкие подушки. Хочем что, устроить бой подушками? А? Наверняка они набиты гусиными перьями. Март, недавно в форте клепота. Стой, я знаю, что ты собираешься сказать. Март, ты слишком много сказала там. Март, ты не должна раскрывать нашу цель людям, которым мы не доверяем. Тем временем вы, ребята, ходили вокруг да около и говорили загадками. Но посмотрите, кажется, мы заключили довольно приятную сделку, не так ли? Мы получаем королевское обслуживание, номер в красивом отеле и полную поддержку местных жителей. Кажется, миссия освоения на этот раз идет без сучка и задоринки. Это не то, что я собирался сказать. Хорошо, тогда выкладывай. Проте клепота, ты обратила внимание на верховную хранительницу? Как Олея подписали. Ну, да, конечно. Это не первая моя экспедиция, знаете ли. Мои способности восприятия острее самого острого лезвия. Так, ты что-нибудь заметила? Знал, что с ней что-то не так. Только я ничего не заметил. Так, ты что-то заметила? Нет, она мне показалась нормальной. Сначала она была довольно суровой, но оказалась милой и разумной дамой. Хотя оказалось, что она смотрела сквозь меня. То есть я знаю, что она говорила с нами, но оказалось, что ее взгляд был устремлен на что-то далекое. У меня было похожее чувство, как будто в комнате были не только мы. Ах, зачем ты так говоришь? Звучит страшно. Должен должно быть там был человек-невидимка. Должно быть это охранник. Вы, ребята, слишком много думаете. Вы, ребята, слишком много думаете. А, возможно. Возможно, я слишком чувствителен. Она обещала нам помочь. Я просто надеюсь, что она сдержит свое слово. Давайте отдохнем. Нам нужно сэкономить силы для завтрашних дискуссий. Так, ну место-то, глянь, неплохое. Вот это, конечно, я понимаю. Ээээ. Как его зовут отель. У вас есть наличные. Я могу вас послушать? Сдержанная мужчина. Уже поздно. Пора просить счет. Невозмутимая женщина. Поделим поровну. Хорошо. Погоди, найду кошелек. Вот же. И ты тоже, да? А, забудьте. Сегодня я угощаю. Это что за диалог? Как вам идея помыть посуду? Посуду. Чего нахер мы это слушали? Так, мне еще надо разобраться, почему у меня на ноуте показывает красивую картинку, а на записи не такая красивая. Ладно, будем изучать. Росси. Эх, вы только взгляните в кристальные ведомости, какие новости в них публикуются. Если СМИ продолжат в том же духе, белобок обречен. А, погоди, так это ж Наруто. Ты со мной разговариваешь? А как это меня касается? А с кем еще? Я что, похож на человека, который говорит сам с тобой? Я же не старый Доминик. Посмотри на первую полосу кристальных ведомостей. Эта газета выпускает отвратительные материалы, достойные только бульварной прессы. Разве можно такое ставить на первую полосу? Я просто в бешенстве. Зачем же так отегорично? А я вижу, что у тебя слишком много свободного времени. Эй, это лишь разумные предложения, ясно? Белбок становится лучше благодаря таким людям, как я. Людям, которые делятся своим глубоким пониманием. Да, ты вообще ничего не понимаешь. Постой-ка, я тебе сейчас объясню. Я слушаю. Смотри, я покажу тебе, как надо читать газеты. И что там в газете? Ты только послушай, что за чепуху тут пишут. Сегодня присутствует министр культуры и образования Бова. Ой, нет, Бова это мой отец. Давай на другое взглянем. Голова Лаймштейнов делится философией компании. Воспитывая в сотрудниках снежноволчий дух, мы в едином порыве преодолеваем любые границы. Ты слышишь, что за чушь он несет? Что за снежноволчий дух? Он подталкивает молодежь к переработкам и смерти в юном возрасте. Этот Лаймштейн просто эксплуатирует короче всех. Случайно нажал. Эй, я все это прекрасно вижу. Судя по твоему безвкусному дорогому наряду, ты родом из богатенькой семьи, просто не можешь представить тяготы, с которыми сталкиваются обычные люди. Ну и ладно, таким как ты, все равно не понять. А, ты думаешь, я богач? А ты сам разве не богатый? Сын министра, да? Я совсем не похож на этого Лаймштейна. У нас, что, если ты родился в семье государственного служащего, так ты сразу выписываешься из простого народа? Это непростительные в наше время стереотипы. Хорошо, ты прав. Мне кажется, тебе просто скучно. Вообще-то, у меня тоже есть проблемы, ясно? Забудь. Бесполезно тебе это объяснять. В твоем возрасте ты еще не понимаешь, что такое независимое мышление. Тебе все вокруг не нравится, да? Это неизбывная скорбь и непр... неприходящая ярость. Неужели ты не понимаешь? Но куда уж тебе это понять? Давай просто продолжим читать новости. Вы на него посмотрите. Вот что он пишет на третьей странице. Отопительной системе внешнего кольца. Белобог набирает работников аварийной службы. Надо же иметь наглость и публиковать такое. Отопительная система надмирия все время требует починки. Это постоянная головная боль. Можно все время латать дыры. Можно выживать в вечной мерзлоте. Но реальные проблемы все это на топтание на месте не решит. Все это топтание на месте не решит. А раз так, то стоит ли тратить на это силы? Как я считаю, теплосетям Белобога вообще нельзя доверять. Верховная хранительница должна взять дело в свои руки и полностью переработать городскую отопительную систему. Если теплосети Белобога не могут справиться с этой проблемой, то пусть доверят ее мне. Я уверен, что они пришли к такому выводу, взвесив все затраты. Ты заплатишь за ремонт труб? Не надо тут морального ашантажа. Я на это не куплюсь. По твоей логике, если я критикую молоко му-му, я должен сначала смешать. Короче, блядь, случайно нажимаю. Да что такое? Короче, должен представить, что типа я делаю тоже молоко. Иначе я не имею права возмущаться. Ладно, зачем я вообще все это тебе говорю? Мои ровесники не видят всей картины. Молчать. И что тут стоишь? Если тебе нечего делать, почему не чинишь отопление Белобога? Это был бы какой-никакой вклад в общество. Ты тратишь лучшие годы. Пожалуй, я пойду. Да, ты какой-то муторный и неприятный. Смотри на нее. Савтор с нежной стороны. А, я вас могу послушать? Загадочная женщина. Расскажу тебе одну хорошую новость, но обещай никому не рассказывать. Мужчина-сплетник. Почему такие тайны? Загадочная женщина. Эй, это она переписала приключения в снежной стране. Они столько говорят. На последней встрече с читателями я видела, как она снимает маску. Точно говорю, это тот воин среброгривых стражей. Правда? Так вот почему Елисо показалось мне знакомым. Вернее, ее голос. Правда? Не может быть. Разве этим должны заниматься среброгривые стражи? Уф, столько шума из ничего. Стреброгривые стражи, что не могут заниматься писательством или рисовать иллюстрации? Верно, старшая дочь Ландау все еще увлекается музыкой. Как сложно читать по ролям. Так, о, как я тебя пропустил. Лям, шапки, ушанку. Вселенная, время и пространство, прошлое, настоящее. Вот оно, Эврика. Регин. Промолчать, разве так делаются открытия? Не звука, не мешай моим исследованиям. Какие исследования проводишь? А ох, таких как ты невозможно вразумить. Научные исследования это рябини зубы почистить, для этого нужно больше двух извилин. Если с первого взгляда можно сказать, что я исследую, то что это за исследования такие? Справедливо, вряд ли это веский аргумент. И это говорит человек, который ничего не понимает в моих исследованиях. Наука мертва. Мое время очень дорого, либо говорили бы не мешай мне исследовать теорию макрокосмического временного туннеля. Мне бы хотелось узнать, что именно ты исследуешь? Ладно, давай начнем со снов. Ты же знаешь, что свет это частица? Знаю, я не знаю, в самом деле? Знаю. Значит, не все с тобой еще потеряно. Все, что тебе нужно знать, это то, что свет это частица. Такие термины, как волновая теория или дуальность, могут быть для тебя слишком сложными. Моя точка зрения такова. Частицы несут информацию, понимаешь? И, в самом деле, давай И. Как частица свет несет информацию? Когда я касаюсь света, я соприкасаюсь с информацией по существу. Согласно моей теории макрокосмического временного туннеля, Вселенная представляет собой множество взаимосвязанных параллельных сущностей. Если я в одной Вселенной придумал способ передачи информации, а я в другой Вселенной придумал способ интерпретировать информацию, то, согласно моей теории макрокосмического временного туннеля, ты можешь интерпретировать информацию, передаваемую параллельной Вселенной. Ты сможешь получить инвестиции в исследование. Именно, конечно, я объясняю тебе это простыми словами, но реальный механизм куда сложнее. Как ты это придумал? Позволь мне еще раз напомнить, что эта теория называется макрокосмический временной туннель. И макрокосмический исследование моей жизни – это мое великое творение. Два года назад, когда я ел, в мои мысли ворвался луч света. Я уже тогда знал, что это самое важное открытие нашего времени. Мир будет в восторге, когда мой временной туннель будет завершен. А ты точно ученый? Конечно, что это за вопрос? Эти завистливые, старые, занудые ведьмы из академического круга Белобога отказываются признавать меня только потому, что мои революционные открытия выставят их бесполезными. Я, сущность, всегда будет блестеть, и это всего лишь вопрос времени, когда такой талантливый ученый, как я, получит надлежащее финансирование для своих исследований. Увы, я всегда ждал, когда появится покровитель. Больно видеть, как мой талант остается незамеченным. Так у тебя нет академической подготовки? Сразу видно, что ты не знаешь, что способ представляет... что собой представляет научный мир сегодня. Чему можно научиться у кучки самодовольных болванов, которые борются за деньги и власть? Так, ты самоучка? Что, ты не веришь? Однажды мир потрясет мой макрокосмический временной туннель. Вот увидишь. И я, Регина, войду в историю как величайший народный ученый. Ну ладно. Ну ладно. Так, из старой Геотте. Управляющий отель. Здравствуйте. Добро пожаловать в отель Геотте. Хочешь остановиться в отеле или только выпить чашечку после обеденного чая? Меня привлекла известность отеля. Я просто мимо проходил, я осмотрюсь. Хочу забронировать номер. Я хочу выпить после обеденного чая. О, чай можно выпить по обеим сторонам холла. Присядь на диван и я все принесу. Я вырос здесь. Я бы не сказал, что знаю все об административном районе. Но я довольно хорошо знаю историю и то, что происходит в этих краях. Если тебе интересно, просто скажи мне. Я хочу спросить. Конечно. Отвечать на вопросы гостей тоже способ показать гостеприимство. Старый Геотте и отель Геотте. О, тебя это интересует? Моя фамилия Геотте, а отель это дело моей семьи. Это было давным-давно. Семья Геотте какое-то время процветала. Мои предки инвестировали во многие отрасли промышленности. Но, к сожалению, из-за экономического спада случайно. Но, к счастью, позже другой предок начал с пустыми руками, возродил семейное дело и успешно вернул отель Геотте в Надмирии. Принимали ли вы когда-нибудь особо гостей? Ну, смотря что ты понимаешь под особыми гостями. Многие здесь останавливались и историй, правда, немало. Например, дама из богатой семьи сбежала с собственной свадьбы, выпрыгнув из окна на втором этаже в пижаме. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Еще была пара театральных знаменитостей. Они выглядели так, как будто были влюблены, но остановились в разных комнатах, когда приехали сюда на медовый месяц. Одна дама часто приходит и снимает одноместный номер, когда ее семья на работе. Она всегда рисует в номере, а когда заканчивает, плачет. Мы не знаем, что она пережила. Многое встречается в нашем деле. Странная для нас не редкость, особенно для тех, кто проработал долгое время. Здесь можно где-то поблизости вкусно поесть? Ха-ха, я не хвастаюсь, но послеобеденный чай в нашем отеле достопримечательность Белобога. Есть несколько десертов, которые готовит только наша семья. В административном районе таких не найти. Молодые люди специально приезжают сюда на праздники, а иногда даже выстраиваются в очереди. Есть ли поблизости какие-нибудь достопримечательности? Я рекомендую посетить западный район, который славится своей артистической атмосферой. Там находится золотой театр, и там можно найти все, от местных звезд до памятных сувениров. Но не стоит пытаться попасть на премьеры. Например, на спектаклях под белой накидкой и роза звездной пыли так много поклонников, что в зале не протолкнуться. Лучше ехать туда на машине. Но если нет автомобиля, проспект Алисы прямо возле отеля. Можно проехать на трамвае или пройти пешком вдоль рельсов. У меня больше нет вопросов. То есть мы можем сесть, попить чай. Я не могу сесть. А мне нужен чай. Как мне найти чай? А вас только подслушать могу. Дед, ну тут все занято. Я не могу никак туда попасть. О, багаж. Багажные полки, которыми посчастливилось остаться в помещении. Так, это коридор отеля. А если мы в ту дверь зайдем? Там будет что-то другое? А, нет, похоже, это одно и то же. Так, так. Собрать? Что-то есть? А, книга. Еще нужно что-нибудь сделать. Завтра встречаемся с Хранительницей. Времени на осмотр достопримечательностей не будет. На сегодня хватит веселья, время для отдыха. Ну да, давай. Сегодня был долгий день. Все, что мне нужно, это горячий душ и сладкий сон. Отдохните хорошенько. У меня плохое предчувствие. Тогда лучше ничего не говори. Давайте ляжем спать пораньше и сэкономим силы. Чувствую, что следующие несколько дней будут утомительными. Ну тогда я пошла в свою комнату. Экспресс, выключить свет. О, вот это арома. Вот это да. Можем почитать записки. Меню полдников. Так. Все, да? И отдохнуть я могу. О, светится. А карта тут есть? Нет, карты тут нет. Осмотреть. Без сомнений, перед вами шкаф. Это основываясь на всех сигналах, поступающих от ваших органов чувств, идеальный шкаф. Дизайн, вместимость, оснащение, качество, сборки и аромат. Невозможно придумать лучшего шкафа. Минутку, аромат? Как аромат может служить показателем того, насколько хорош шкаф? Не имеет значения, пахнет вкусно. И это не запах типичного сандалового дерева или каких-либо других натуральных материалов. Скорее, этот чудесный аромат является полностью искусственным, чудом химической инженерии. Он настолько соблазнителен, что все, чего вам хочется, это залезть в шкаф и позволить всему своему телу пропитаться его ароматом. Плевать я иду в шкафчик. Плевать я иду в шкафчик. Сопротивляться смертельному искушению. Пойдем. Да, вы собираетесь залезть в шкаф. Левая нога, правая нога. Обернуться, сделать глубокий вдох. Почему глубокий? Вы хотите чихнуть, но сумели подавить желание. Стоять твердо и затем закрыть дверцу шкафа одним ловким движением. Бам. Поздравляю, теперь вы слились с самым совершенным шкафом вселенной в единое целое. Но, честно говоря, ваше настроение далеко от хорошего. Возможно, вам нужно больше времени, чтобы понять это чудо. Ммм, здесь довольно темно для вас. Но рано или поздно вы привыкнете к темноте, верно? Темно-ночь даровала мне ночное зрение. Я хочу выйти. Не, давай вот это. А, вот это настрой. Стоит подождать совсем немного, и вы привыкнете к темному окружению. Поверьте, надо лишь немного подождать. Здесь обязательно произойдет что-то интереснее этой непроглядной темноты. Это будет что-то стоящее. Зуб даю. Стойте, вы это слышали? Звук приближается. Стоп. Стоп. Забыли шаги. Кто-то идет по коридору? Будет что-то интересное? Вот об этом я и говорю. Просто подумайте, чьи это по-вашему шаги. Обслуживание номеров. Демон отеля Гетты. Да, да, теперь вы поняли. Этот демон, обитающий в отеле Гетты. Он гнездится на грязных, оставленных без присмотра маленьких чердаках, питаясь невинными душами. На этот раз он выбрал плохого противника. В конце концов, вы всемирно известный первопроходец. Божество хранителей космической станции Герта. Здесь зверь судного дня. Ага. Наступил день, когда вы избавитесь от зла ради всего общего блага. Кажется, в шкафу не так уж темно. Цвет доблести освещает вас. Вау. Обслуживание номеров. Здесь кто-нибудь есть? А, вот и он. Отдельный отельный демон решил притвориться обслуживанием номеров. Как и сбито. Все так просто не... Вас так просто не обмануть. Ваш разум крепче городских стен, построенных клепотом. Вы готовы? Эм, я зайду, ладно? Готовься встретиться с правосудием, демон. Бам, двери шкафа распахиваются. Сдохни, отельный демон. Ахах, блин, да. Давай просто раскроемся. Ааа, что происходит? Вы победили. Демон отеля Гетты повержен, а земля получила очищение. Кажется, демон что-то оставил. Возьмите это в качестве награды. Похвала высокой морали. А я могу выйти? А, мы еще можем тут походить. А тут больше ничего и нет. Собственно, могли и не выходить. Давай отдохнем. Голос Таларона. Какого ли я? Какого ли я? Юная Каколя. Что? Кто ты? Что ты? Мы союзники. Союзники-хранительницы сквозь поколения. Что ты хочешь? Восстановить этот умирающий мир. Помочь тебе осуществить мечту. Кто там? А если я не открою вам? Проверьте, что происходит снаружи. Как мне перейти в миссии? В первую ночь первопроходческой экспедиции вы спите не так хорошо и спокойно, как на Алиэкспрессе. Как на Алиэкспресс, чуть не прочитал. Не потому что успели так привязаться к Звездному экспрессу, а потому что в полусне все время слышите, как кто-то марширует за окном. Внезапно раздается настойчивый стук в дверь. Интуиция подсказывает вам, что что-то не так. Нужно взглянуть на дверь и проверить, в чем дело. Ага. Надо почаще учитываться. Эй, Гантэ, ты это слышал? У входа группа Среброгревых Стражей. Не думаю, что они пришли просто поздороваться. Если это и есть наше сопровождение, то они не такие дружелюбны, как я думала. Разве такое можно определить по шлему? Разве можно быть дружелюбным на работе? Может они не по нашу душу? Это нам и придется выяснить. Пойдемте, поздороваемся. Бесполезно тут стоять и гадать. Пойдем. Здоровый воин Среброгревых Стражей. Эй, вы, командир броня ждет вас всех внизу. Поторопитесь. И чтобы без шуток. У нас проблемы? А что вы это? Туда наприходили, я не понял. Ладно. О, у вас там движуха. Зачем это вы тут все? Так, погодите, погодите. Я себе, наверное, возьму перекусить, раз тут такая пляска. На всякий случай перекусим и пойдем. О, чуть не сбил меня. Ммм, это ты. Ты была там в форте. Броня. Я Броня Рент, действующий командир Среброгревых Стражей. От имени повелителя Янтаря, Клепот. И по приказу Верховной Хранительницы Коколи Рент, настоящим я арестовываю подозреваемых в заговоре с целью подстрекательства к восстанию. То есть она Броня Рент, а это Коколи Рент, то есть она ее дочь? Как агент Верховной Хранительницы, я временно лишаю вас свободы действий и слова. Когда вас будет судить судебная коллегия, вам будет предоставлена возможность защититься от обвинений. Сопротивление бесполезно. Вы должны пойти со мной. Подождите, мы не об этом договаривались. Она сказала, что нас будут сопровождать, чтобы обсудить срочное дело. Очевидно, что все это было спланировано заранее. Похоже, нас снова перевели в статус правонарушителей. Почему это происходит на каждой третьей планете? Это потому, что ты всегда действуешь без плана. Не думаю. Эй, я исправляюсь. Я сейчас как раз придумываю план. И... Готово. Ганте, Даньхан, переулок. Тот, который закрыли. Хм, а это может сработать. Ганте, Март, будьте готовы бежать. Что? Правда? Да я просто так ляпнула. Сейчас или никогда. Весьма убедительно вышло. Нам все же стоит пойти с ними. Давай вот так. Тройка. Чего? А мы что, в слова играем? Автомобиль. Чего? Тсс, это старый код Звездного Экспресса. В покер играть умеешь? Две пары. Эй, чего вы там шепчетесь? Пошевеливайтесь. Туз. О, началось. Началось. То есть мы теперь правонарушители получаем. О, прогрузочка пошла. Ага, хорошего дня. Что, все? Не поймали? Вот так вот. Они бросились внутрь. Побег во фрагментум. Не знаю, самоуверенны ли они или просто жаждут смерти. Кажется, матушка была права. Следует ли нам сообщить о них как о пропавших без вести или умерших? Верховная хранительница приказала арестовать их. Мы не можем отказаться от преследования только потому, что они скрылись в опечатанной зоне. Я должна узреть их участь собственными глазами. Так точно. Устранить все угрозы безопасности Белобога. Это мой долг. Вот, угроза мы теперь. Понятно. Теперь надо как-то отсюда выбираться. А, видите, им не хватило смелости преследовать нас. Свобода. Так им и надо. Удачи в следующий раз. Капуши. Это было слишком рискованно. Отличная работа. Нам просто повезло. Но для того, чтобы повезло, тоже нужно постараться. Мы застали их врасплох. Не более того, скоро они начнут погоню. Давайте продолжим двигаться вперед. Прежде чем строить какие-либо планы, нужно убедиться, что нам ничего не угрожает. Так. У нас получается вот такая еще карта. Слушай, ну тут прям сюжет-сюжет пошел. Видишь, прям, скажем так, коридорный сюжет пошел. Поэтому на этом я предлагаю закончить. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал. Оставляй лайк и комментарий. Делись этим роликом с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Скоро увидимся. Всего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok